Возможно, сам я хотел стать врачом, возможно, поддался влиянию, ну, как обычно, там, бабушки и матушки, они же любят, вот, ты станешь врачом, будешь нам ставить капельницы, мы будем болеть. А, изначально они хотели, чтобы я стал стоматологом, вот, они говорили, вот, у нас выпадут все зубы, и, короче, ты будешь нам вставлять зубы, а потом они, ну, а может, ты, говорит, и врачом капельницы нам будешь ставить, вот, и как-то с детства я уже вот на это настроился, и потом с 8 класса уже учился я в школе специально, у нас там было всего 3 класса, и один, в общем, специализировался на том, чтобы на медфакт поступать, другой на экономфакт, третий на юристов, вот, и я сразу учился на вот этом, он назывался экспериментальный класс, и там мы учили в основном биологию, химию, остальные предметы, ну, так, нам позволяли, да, к ним полегче относиться, вот, ну, биологию я хорошо знал, я увлекался ей, и даже один раз у нас было задание, надо было вырастить лягушек, пойти на пруд, вот где сейчас, вот эта мать стоит же, памятник, там был раньше пруд вместо вот этой матери, и нам надо было набрать икры лягушачьей, и потом из них вырастить головастиков, а из головастиков вырастить лягушек. У меня, как бы, других вариантов не было просто, вот я учился, учился, и изначально я, а, у меня был еще один вариант, что если я не поступлю, потому что я хотел именно поступать на бесплатный, там платный, бесплатный был, и я спортом еще занимался много, я лет до, вот так вот, 14 футболом занимался, ну, футбол играл очень, очень, очень много, очень часто, а потом я борьбой занимался, и вот я, в общем, решил, если не получится, уйду, в общем, в спорт, мне тоже очень нравился, там, буду тренером работать, или, там, выступать, там, соревнованиях, но вот получилось, я поступил, поступал я одновременно и на стоматологический, и на медфакт поступал, и туда, и туда поступил, да, я помню, вот момент, по Афанасьево улице иду, с остановки, я приехал на троллейбусе, иду, дорогу перехожу, и единственный раз в жизни я помолился, единственный, пока первый и единственный, пока еще не молился второй раз, я, короче говоря, вот если я поступлю, обещаю, вот я Богу, как бы говорю, обещаю тебе, стану лучшим врачом, или, по крайней мере, буду пытаться стать, вот. То есть, такая цель была у тебя, да? Ну, если, как вот в спорте ты занимаешься, ты же хочешь, ну, там, стать лучшим, да, вот, видимо, от этого привычка перешла, вот и поступил. Ну, разве это плохо, вот такую цель поставить, быть лучшим врачом? Хорошо, мне кажется. Ну, хорошо, но пытаться, если ты пытаешься, может, не станешь лучшим, да, но, по крайней мере, будешь пытаться в этом направлении что-то будешь делать. Но у меня понятия не было, кем, какую специальность я хочу выбрать. Мне не нравилось, обычно, вот, женщины идут на терапевтов, ну, то есть, такие специальности более такие, ну, менее контактные с людьми. А, ну, то есть, руками, там, не надо их трогать. Мужчины, как бы, они больше, вот, травматологи, хирурги, там, нейрохирурги, вот, что-то такое. Ну, мне не нравилось хирургии, не нравилось почему-то. Потому что у меня еще было такое желание, чтобы, вот, то, что я научусь делать, я мог применять не только к другим людям, да, но и себе, как бы, мог тоже помогать. А хирург, что, ну, он может операцию другому человеку делать, да, себе уже не может делать. Вот, и я задумался, кем бы мне быть, но не было у меня вообще представления, кем я хочу быть. И вот, однажды, вышел я с медфака, пошел на остановку, перешел дорогу, это было, получается, в 2002 году, вот, на первом курсе я учился. И вижу объявление, висит объявление, а я как раз борьбой, мне что-то как-то поднадоело заниматься, там травмы еще были. И я решил заняться боксом, кикбоксингом, вот, что-то таким, каким-то ударным, таким видом спорта. И смотрю объявление, ушу саньда, ну, это типа кикбоксинга. Вот, я думаю, ну, нормально. И написано, занятия проводят, доктор Шумаков, мануальный терапевт. А я тогда, я не знал вообще, что такое мануальный терапевт, я почему-то подумал, это что-то связано с лечением алкоголизма. Вот такая вот, да. Я подумал, ну, ладно, ну, пойду, в общем, посмотрю. Пришел с другом, пришли на первую тренировку. Там из-за того, что нагрузка совсем другая, я к борьбе к одной привык, а к другой. Я там вообще как-то сдох, ну, там, потому что она немножко другая все равно. Там более такая, ну, как-то... Подвижная, да? Там движения, но они немножко другие. Вот, то есть, они более динамичные, может быть. Ну, в общем, непривычная нагрузка была. Вот, я вообще сдох там. Но мне понравилось. Я решил начать ходить. Вот, я начал ходить, и где-то... Ну, там все равно общаюсь уже с тренером, да? И где-то через полгода... Ну, он знал, что я на медфаке. Вот он говорит. Мне там нужны массажисты. Не хочешь? Там пойти, я тебе покажу, научу. Если интересно будет, в общем, научу, если интересно будет. Вот, можешь там это поработать. Видимо, увидел какой-то потенциал во мне. Получается, вот на первом курсе я параллельно учился. И как бы вот осваивал там техники массажа. И получилось так, что одновременно он еще врачей набирал, мануальных терапевтов. Их тоже обучал. И они все на мне тренировались. Вот. И вот, как бы, первая партия врачей прошла. Потом вторая, третья. И вот на какой-то третий, четвертый я уже им начинал там подсказывать. Ну, потому что, как бы, я на себе все это испытал. Я тоже им начинал уже даже показывать. И так получилось, что вот классические техники мануальной терапии я уже освоил где-то вот ко второму курсу, умел вот это все применять. Вот, вот так вот работал. Мне давали пациентов там неходящих, кто не мог дойти там до клиники. Инсульт вот такие вот лечил я. Вот я помню, два дедушки инсультника вот они лечились. Да, прям домой ездил. И вот пока учился в университете, вот у меня получилось вот так вот. Я учился и вот по вечерам, ну не каждый прям вечер, да, не так, что вот прям постоянно. Но бывало такое, что вот занимался лечением. И вот с тех пор у меня уже я решил вот этим заняться. Ну а вот сам как открыл свой бизнес? В 2009 году я закончил. И в клинике, ну вот именно клиника тоже специализирующая на мануальной терапии, я там проработал, получается, по-моему, около трех лет. Два-три года я вот так вот работал. Ну два точно, может быть, два с половиной. Не больше трех, по-моему, где-то вот так вот. Где-то так, по-моему. Вот. И решил самостоятельно попробовать. Почему решил? Потому что я вот работаю, делаю определенный как бы набор своих техник, да, и вижу, что в каких-то случаях помогает, в каких-то не помогает. И иногда помогает, ты сам не понимаешь, почему помогает. И я стал дополнительно еще обучаться, проходил вот разные методы, остеопатию, прикладную кинозеологию. И вот как-то увлекся я именно прикладной кинозеологией. Ну это направление такое вот тоже в мануальной терапии. И стал вот прям фанатично вот это вот все так изучать, ездить на семинары. И, ну вот я работаю, да, и вижу, что, ну короче говоря, ну как-то уже различаются наши методы там. И мне захотелось уже независимо вот это вот все делать, чтобы там не объяснять там, чего ты делаешь, как ты делаешь. Вот, и короче говоря, вот я решил самостоятельно начать. Вот, еще я решил, потому что вот у меня лечилась одна женщина, парикмахер. Она пришла на лечение, у нее руки не поднимались, ну не могла, в общем, работать. Да, там постоянно вот эта вот нагрузка, вот. И она, в общем, вылечилась, все у нее стало хорошо. Там периодически еще она приходила для профилактики. Вот она мне говорит, давай там самостоятельно работай, что ты тут работаешь. В общем, вот это она тоже в какой-то степени, можно сказать, ну не виноват, она вдохновила, да. Ну понятно. То есть это когда? Это было? В 2009 году, да? Это, наверное, 2010-2011 вот так вот год. 2011, наверное, да, в 2011 году. Вот, и как-то я решился. Я решился, я, в общем, снял помещение, такой подвальчик, но с окошком, такой полуцоколь, полуподвал. Начал я там работать, я поставил там кушетку, ширму поставил, стол там уже был. И работаю, значит. Ну, пациенты есть, ну, из тех, кто у меня раньше лечился, ну, там кто-то рассказывал. Ну, в общем, пациенты были. И это было летом, и наступает осень, и я, в общем, обнаруживаю, что батареи-то нет, и холодно становится. Еще минус там, туалета не было. И вот у меня лечился один дед, вот. Он меня спрашивает, туалет есть? Я говорю, туалет здесь нет. Если, в общем, надо, надо выйти. И вот в соседнем здании пройти, вот там будет. Он говорит, ну, это, конечно, не очень удобно, но раковина у тебя есть. И он говорит, ты-то сам в раковину ссать можешь, конечно. А вот пациенту, говорит, неудобно. И поэтому, вот, пришлось мне оттуда съехать, просто потому, что, ну, холодно там стало. И я думал, куда, куда, куда? И тут появляется опять вот эта вот женщина, парикмахер Татьяна. Ее зовут Татьяна. И она говорит, у меня, в общем, в парикмахерской есть помещение. И если хочешь, если надо, вот можешь его снять, там можешь работать. Прям так совпало. Оттуда мне надо было съехать, а вот она предложила. Помещение, оно было небольшое, оно, площадь у него была 4 квадрата. Там, получается, кушетку вот так поставить, и вот по столько еще места оставить. Там шкафчик для простыней. Вот. И там я начал работать. И там я работал, ну, года два, наверное, может, три. И в то время я, у меня так получилось, что работал, бывало такое, начинал в 6 утра и заканчивал в 11 вечера. В 6 утра я начинал, потому что у меня один пациент был. Он был в вокзал, автовокзал, директор вот этого автовокзала. И у него работа начиналась рано очень. Он сам просыпался в 4 утра. И вот я приходил к 6, получается, ну, без 10-6. Он уже ждал, там ходил. А потом как-то народу больше, больше, больше становилось, пациентов больше становилось. И, ну, все равно, то есть, это как бы прихмахерская. А тут люди идут лечиться. Тоже как-то, ну, да, кажется, что как-то несерьезно, да. Но, несмотря на это, все равно, да, приходили. И поэтому я уже перешел в другое помещение, вот в северо-западном районе, побольше оно было. Но там тоже было, тоже интересно. Там был салон тайского массажа. Ну, он был такой умирающий, в общем, умирающий салон тайского массажа. И у них была там, была свободная комната. Она уже была больше. Это уже было не подвала. А, нет, это тоже был подвал вообще-то. Но окна были побольше немножко. Ну, и там пахло лучше. Нет, не лучше, в прихмахерской тоже было хорошо. Просто там пахло еще благовониями вот этими тайскими. Вот. И там я начал работать. Там тоже работал, наверное, год вот так вот, два. И потом ко мне присоединился еще один напарник. Мы с ним до этого вместе работали. Он уезжал в Москву, потом вернулся сюда. Слава, тоже случайно с ним встретились. Вот. И вместе уже начали работать. То есть в паре. И уже нам два помещения. Одного оказалось мало, два помещения. В двух мы начали там работать. А потом, короче говоря, вот директор вот этого салона говорит. Потому что получилось так, что у нас люди постоянно к нам идут. А у них там, ну, гораздо меньше. А администратор у нас один был. И она, в общем, говорит. В общем, мы приняли решение сделать ребрендинг нашего салона. И сейчас у меня два варианта. Либо ты вот это все у меня выкупаешь. Либо мы делаем ребрендинг, ты отсюда сваливаешь, в общем. И она мне говорит, давай, говорит, мне 500 тысяч. Но это просто за то, чтобы тут остаться. И все, ты тут остаешься. Я думаю. Но нет. И еще я тут познакомился, в общем, с одним таким... Человек-то он хороший, конечно, юрист. Но немножко такой хитрый, 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 да. И он мне предложил, давай, ну, лицензию сделать. Откроешь, в общем, клинику уже, будешь нормально, все четко, все работать. И начали мы с ним лицензию делать. И вот это все около года длилось. Очень долго он все там затянул. Он мне по-братски цену делал в три раза больше, чем на кассу я у него там купил. Потом оказалось в три раза больше цена на азербайджанец. Вот, и потом получилось так, что с этого помещения нас выгнали. И я резко прям начал искать вот что-то, да. И на это у меня ушло, наверное, месяца два. То есть месяца два не работали. Но сначала одно нашел, не получилось. Вот в итоге, наконец-то нашел подходящее, хорошее, прям вообще четкое. Но там до этого был детский садик. И вот с хозяйкой нормально мы общались. И пришел ее сын. Вот они должны были съезжать. Мы должны были заезжать. И оказалось, что сын тоже мануальный терапевт, врач. Но он не знал, кто я. А я почему-то, а я откуда-то знал, кто он. Наверное, как-то я его где-то встречал. И он как-то на меня наехал. Я спрашиваю просто, вы скоро, нет, будете съезжать? А он на меня вот так вот прям наехал. Ты что, не даешь нам нормально собраться? В общем, это. Я думаю, ты же ведь, я же мог же предложить тебе работать. На время. Да. А ты, ты что, зачем? Ну, в итоге, короче говоря, мы заехали. Постепенно все там сделали, лицензию сделали, все заработали, все стало более-менее. Ну, понятно. А вот, а почему ты, например, один не занимался этим, а обязательно надо было расширить штат тебе людей? Просто становится больше пациентов. Вот. Больше пациентов становилось. И там приходилось записывать там на месяц вперед, на два месяца вперед. И поэтому приходилось набирать уже врачей. Но вначале вот, когда я работал, я прям очень-очень как-то слишком придирчиво относился вот к врачам, которые, ну, работали бы. Слишком, мне кажется, чтобы они вообще прям были прям очень хорошие, прям идеальные, да. Ну, такие идеальные нашлись. Да, 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 вот. Но, вот какое-то время мы работали, да. И так получилось, что еще одновременно вот YouTube-канал я начал на YouTube снимать. Случайно вообще начал. То есть первое видео вообще там на калькулятор мы сняли. Просто вообще попробовать. Не знаю почему. Просто я решил взять и на YouTube выложить. Тогда YouTube вообще только вот начинался. Вот. И я снял, выложил, забыл. А, родителям я хотел показать. Я своей матушке показываю. Она говорит, ну, хорошо, хорошо, но вот ей надо, вот это вот так надо сказать, вот это так надо сказать. Вот здесь ты ошибку сделал грамматическую. Вот, и забыл вообще про это видео. И где-то через месяц смотрю, а там просмотр набрало. Я думаю, нормально тогда, надо продолжать. Но пароль забыл от вот этого канала. И новый, в общем, пришлось создать. Да, новый открыл. Да. Ну, тебе вообще вот этот YouTube канал помогает для твоей деятельности? Основной вот поток пациентов именно с YouTube канала. Ну, то есть благодаря вот тому, что на YouTube вот это вот все видео, вот к нам приезжают практически вот со всех стран, наверное, были уже. А, ну, русскоговорящие в основном. Или русскоговорящие с собой кого-нибудь берут. Хотя были там и поляки, они это по-русски немного понимают. Вот. Ну, очень много именно из-за рубежа, из других стран, ну, других городов. Вот они к нам приезжают, ну, до эпидемии приезжали. Сейчас меньше. Ну, сейчас еще надо. Но сейчас намного меньше, да, потому что проблематично. Как выживали, на самом деле? Целый год было, полгода была изоляция. Ну, получается, так, 27-го, я даже помню, 27-го марта мы закрылись, перестали работать. И открылись только 1-го июня. Получается, вот, апрель, май, июнь. А, два месяца всего лишь. Два месяца. Вот, ну. И еще одновременно, одновременно, вот, в, получается, в апрель, вот мне один врач звонит и говорит, я увольняюсь. Ну, типа, я спрашиваю, что увольняюсь? Он говорит, а, нормально. Ну, он вообще, видимо, ему как-то поднадоел, что-то работать, решил он отдохнуть, может быть. Ну, возможно, возможно. Но, наверное, решил больше отдохнуть он. Вот. И, получается, вот, два месяца, вот, мы отдыхали два месяца, не работали. Ну, вы же постановились вообще в простом уже? Ну, так, как раньше, нет. Нет? Нет. То есть, ну, наверное, можно сказать, сейчас пациентов раз в пять, в шесть меньше, наверное, чем раньше. Ничего, и восемь. Ну, да, да. То есть упал конкретно бизнес? Намного, да. А как вот тебе удается собрать команду, сохранить? Какие-то есть у тебя секреты свои? Вот с этим у меня проблема, конечно. Я не очень хорошо именно, ну, то есть, вот, умею набирать, там, людей, вот так вот. С этим все на везение чисто у меня, вот, как у меня получалось, вот, просто стечение обстоятельств. Вот, в этом я не очень хорошо разбираюсь. Вот, мне нужен, конечно, отдельный человек, вот, который бы этим занимался. Вот, у меня нормально получается лечить, нормально получается, ну, более-менее, там, ролики снять, а вот именно, вот, какие-то административные вот эти вот все дела, да, там, подбор персонала, вообще я не могу это делать. Даже я вот смотрю, какие-нибудь документы, да, вот, где цифры, у меня голова просто начинает кружиться. А вообще есть у тебя какие-то секреты какой-то успешности вообще? Секрет успеха? Да. Можешь поделиться? Ну, мне кажется, нужно, немножко везение нужно, но это везение нужно ждать еще. Потому что, наверное, у каждого есть шанс вот чего-то добиться, да, но надо сделать тысячу попыток. Просто у одного получится на первой попытке, у другого на третьей, а у другого на тысячной, а у другого, может, никогда не получится. Вот, но секрет, наверное, просто в, может быть, упорстве, то есть продолжать что-то делать. Но, с другой стороны, если что-то не получается, немножко надо менять как-то. Ну, и надо, мне кажется, перенимать опыт других людей. Вот, тоже это хорошая вещь, мне кажется. То есть, если что-то у кого-то хорошо получается, можно подсмотреть или совета спросить у него в какой-то ситуации, как быть. Ну, много вот было случаев, когда люди начинают бизнес какой-то делать, спрашивают совета, вот ты им говоришь, что надо делать, да, и вот если они это сделают, вот у них реально все получится. Но они этого не делают, они, им кажется, это или слишком просто, может быть, или это сейчас не время делать, и они делают вот что-то совершенно другое. То есть, например, человек сайт сделал, да, на свою компанию, но тут даже кто-то должен зайти на этот сайт, то есть он очень хороший сайт сделал, очень красиво, там 3D-анимация. Но я спрашиваю, а как люди придут теперь на этот сайт? Он говорит, ну мы сейчас раскидаем эти флэера, там поставим под эти поддворники машин, вот, но это не делаешь. Ну, а что ты посоветовал? В том случае, что посоветовал? Да. В то время, когда это было, там была вот эта вот таргетированная реклама, там был Яндекс.Директ, там Гугл, вот это вот. Вот через Яндекс.Директ можно было бы. Но это была тема именно по автомобилям, автомобильные форумы вот эти вот. А сейчас Инстаграм хорошо, Ютуб тоже хорошо. Это уже зависит от человека. И очень хорошо именно лично-персональный бренд работает. То есть, если, например, компания какая-то обезличенная полностью, к ней нет доверия. То есть человек видит, что это компания, и он понимает, что вот я один маленький человек, а против меня какая-то вот такая компания. Если что-то не то, я ничего не могу сделать. А если он видит, что напротив него человек, то есть, например, там на Ютубе, в Инстаграме, то есть какой-то представитель этой компании, да, и он общается с тобой, возникает какое-то доверие, какое-то вот взаимодействие. То есть ты уже понимаешь, что какой-то конкретный человек несет ответственность, по крайней мере, за то, что будет делать. Ну вот смотри, ты говоришь про самосовершенство и так далее. Может, у тебя есть какие-то книги любимые, которые ты бы мог бы посоветовать по бизнесу? По бизнесу одно время очень много книг читал. Очень много книг читал, но ничего из того, что прочитал, я не применял. Но у меня есть один знакомый, вот если знаешь, есть М-Косметикс. Вот у нас в Чебоксарах, и они вот по всей России, магазины, они продают косметику для волос, вот профессиональную косметику, там вот что-то связанное с парикмахерскими, вот так вот, с волосами. И вот там отец и сын, и вот сын Миша Макеев, он очень много посещал семинаров, очень много книг, и вот каждую книгу, которую он читает, он внедряет потом туда. Каждую книгу читает, внедряет. Но вообще мне нравилось, вот я одно время смотрел, что как-то меня вдохновляло. На Ютубе была передача «Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым». Это еще там в 10-х, 11-х годах. И мне нравилось, потому что я раньше думал, что бизнесмены, богатые люди, они особенные какие-то. То есть они какие-то другие, и вот это какое-то другое качество им позволило стать, успех какого-то добиться. Потому что я, ну, я был бедным, я как бы был бедным, когда я учился в университете, я еще из дома ушел на втором курсе, там поругался, ушел из дома. И где-то год вот так вот жил, кушал дошираки, кушал супы из пакетиков, вот есть супы из пакетиков, вот так вот воду их вываливаешь, там маленькие кусочки морковки там есть. Чай из пакетика можно заваривать, ну, раза в четыре нормально можно заваривать. Вот. И я думал, что, наверное, это какие-то другие люди. И мне понравилось, вот я до сих пор вот эту фразу запомнил, я одно интервью смотрел, и вот там, значит, он говорит, успешные, богатые люди, они точно такие же люди. Они, если не моются, они становятся грязными, они там потеют, то есть они могут заболеть. Я понял, что, ну, наверное, каждый может. И вот как-то стал пытаться вот что-то делать. И что ты делал? Что ты пытался? Быть профессионалом своего дела, делать качественную работу или какие-то другие средства? Вообще, вообще, это само собой разумеющееся. То есть качественную работу ты должен делать, но это не 100%, что тебе позволит, как бы, стать лучше, чем все остальные. Это как бы одно, но это обязательно должно быть. И ты должен обязательно совершенствоваться. И второе, должно еще узнать о том, что ты эту качественную работу можешь делать. Потому что, если ты об этом не будешь рассказывать, если тебя как бы не будет вот от тебя какой-то информации, она будет откуда-то с другого места. И очень часто бывает так, что если ты, ну, человеку что-то хорошее сделали, да, но он расскажет там одному, двум там, знакомым своим. Но если что-то плохое сделать, да, это очень его стимулирует, то он прям начинает везде, там, на всех форумах там все строчить, там, это все, там, это, ну, у него очень активно это все. То есть, то есть, хорошее от одного человека узнает там, ну, максимум 10. А плохое, из-за того, что сейчас интернет, весь мир вообще может узнать, то есть, он активно вот это все будет делать. Если еще с ним спорить, то поддерживать, и вот это уже будет кипеть в нем. Вот. Поэтому активность какая-то должна быть. Сейчас возможность же есть, сейчас интернет есть. Но я использую YouTube. Вот для меня просто это удобней, потому что я не так хорошо умею свои мысли выражать в течение минутного видео. Поэтому я предпочитаю видео более длинные. И поэтому для меня YouTube больше подходит. Даже практически такие вещи, на самом деле. Практически, да, да, да. Ну, а вот про самосовершенствование ты говоришь, вот что это? Какая линейка? Куда ты двигаешься? Как что будет самосовершенствоваться? Вообще, ну, из-за того, что вот у меня вся жизнь со спортом связана, и, наверное, это такая же вот привычка. Вот, например, я занимаюсь каким-то видом спорта, и вот у меня задача выполнить определенный норматив. Вот я его, когда выполняю, я перехожу на следующий вид спорта. Вот у меня была борьба, вот там, ну, я выполнил кандидат мастера спорта. Потом перешел я на пауэрлифтинг. Там по жиму лежа выполнил тоже. Потом сейчас перешел на плавание. Вот, пока нет. Но там тяжело. Ну, то есть, постоянно как-то, уже привычка это вот эта. Ну, то есть, постоянно надо немножко что-то делать, чтобы чуть-чуть лучше, чем вчера быть, чуть-чуть лучше, чем вчера. цель все-таки надо ставить, да? Какие-то планы определенные? Вот я помню, что раньше я прям ставил цель. Вот, четкая у меня какая-то цель была вот в таком-то периоду сделать вот это вот. И для этого план даже какой-то был. Вот, а в последнее время, последние вот несколько лет, как-то я, может, подрасслабился или это все переосмыслил. То есть, таких прям глобальных целей вот я не ставил, но что-то, как-то, как-то уже более расслаблено, наверное, все стало. Но это стало лучше, вот ты расслабился? Ну, в плане динамики нет, не стало лучше. То есть, когда вот я именно цель какую-то ставил, да, то есть, там была прям динамика, прям вот если есть цель, надо к ней стремиться, если ты ее не достигаешь, хотя бы ты уже лучше, чем был, да, вот. А вот сейчас я как-то перешел из бизнеса, больше опять на спорт я перешел, то есть, больше на физкультуру. То есть, там я больше целей как-то ставлю. А в плане бизнеса, ну, как-то вот более ровно, как-то вот так. Ну, ты думаешь, это плохо или хорошо? Ну, это, наверное, просто такой период. То есть, вот этот период пройдет, начнет следующий, может быть, там как-то это поменяется, уже по-другому будет. Смотри, а может быть, там франшизу свою, какую-то? У меня очень много было, как бы, предложений. У меня очень много предложений было и по франшизе, и там написать книг. Одну книгу я написал, она очень хорошо продавалась, то есть, она была там бестселлером. еще у меня ее заказывали, даже в издательстве говорили. Ты ее посоветуешь вообще почитать или ее уже найти невозможно? В любом книжном магазине «Благодарный позвоночник». Название не очень, это не я придумал. Название издательства «Благодарный позвоночник». Но содержание хорошее. Вот. Но вот я как-то больше сосредоточен на… Мне больше нравится вот именно как-то творческий процесс создания видео и процесс лечения. Это тоже в какой-то степени творчество можно начать назвать. А вот это вот сделать франшизу, то есть вот эти вот все… Бизнес грубо говоря. Да. это для меня как-то скучно. Скучновато. А люди, кто могут толкать это пусть? Можно, но как-то не было такого желания, необходимости и поэтому не занимался. Внутренне самого нет такого у тебя посыла, да? Да, да, не было. Может возникнет когда-то. А почему нет? Потому что если есть возможность расшириться и получать больше денег, разве будет плохо от этого? Ну, хорошо, хорошо. Да. Вот. у тебя же вот есть ребенок. Скажи, пожалуйста, как ты его воспитываешь? Как ты его учишь, да? Я… Воспитании, конечно, детей я не силен. Ну, вообще, у тебя же там какой-то свой, тоже, свои мысли по этому поводу есть, да? Ну, я вот считаю, что вот эти вот 11 лет в школе, да? Вот я, например, учился 11 лет в школе. До 8 класса вообще это, я считаю, ну, просто я туда ходил, просто для того, чтобы родители на работу ушли. Непонятно, что я дома делаю, вот хотя бы в школе там сиди. Это просто ты вот это вот время проводишь в школе, сидишь, ждешь звонка, и вот это вот время на перемене, вот это жизнь. А между переменами это такой полусон, что это такое полусонное состояние. Побильность какая-то, да? Да, то есть это просто ты вынужден там находиться, вынужден вот это вот все учить, интереса к этому никакого нет. Вот когда преподаватель это интересно, рассказывает, показывает, возникает интерес это изучать. Просто никакого интереса нет, в каком году там была Куликовского битва там никакого интереса, ни у кого, мне кажется, у ребенка нет. Но после восьмого класса в другую школу перешел, вот там была другая система обучения, там не было у нас дневников, то есть там все отличалось. И биология мне стала именно нравиться из-за учителя. Вот там был Ярослав Петрович, Лысенко Ярослав Петрович, вот благодаря ему у меня любовь к ней возникла, прям биология, читал книги, дополнительные читал, на олимпиадах участвовал, первые деньги заработал, выиграл олимпиаду международную, мне доллары прислали. По биологии, да? Да, да, да. Вот. И поэтому мне кажется, вот это время, пока ты в школе находишься, вот 11 лет, 11 лет английский язык учим, да? Ни слова не можно выучить. Дубай, приезжаешь, таксист, пакистанец, едет, два месяца он разговаривает на английском уже лучше, чем 11-ти классник, за два месяца он выучил. Лучше 11 лет, чем сидеть, протирать штаны, да, иди, он таксистом в Дубай работай, английский язык хотя бы выучишь. Поэтому вот это время, я считаю, потрать на то, чтобы там плавать научились, я не знаю, там, иди на бокс, время есть же, тебя кормят, поят, работать не надо, надо освоить какие-то навыки, которые в жизни пригодятся, и они потом не пропадут, не исчезнут. Ну, то есть, ты до своего сына сейчас делал тоже какую-то спецшколу, да, отправил? Или как? Ну, он учится не в общей образовательной школе, учится в школе, у них там класс небольшой, 9-10 человек. Индивидуальный подход? Да, да, ну, по крайней мере, народу там не так много, и там они старшеклассники не бьют младшеклассников, они вымогают у них там деньги, телефоны. Но, надо понять, наверное, для самого вот ребенка, к чему у него интерес, надо все попробовать, для этого вот надо поизучать там разные математику, географию, вот, и выбрать и интерес к чему есть в этом направлении потом развиваться, интересоваться. Антон, спасибо, что ты пришел на интервью, да, поделиться своими секретами о бизнесе. Может, у тебя есть какое-то там пожелание для зрителей? Вот у меня никогда ничего не получалось, с первого раза не получалось никогда. Вот со стороны многим кажется, что не напрягаясь, вот у меня как бы просто мне везет и не напрягаясь все у меня получается. Но на самом деле у меня ничего не получается. То есть у меня таланта нет. Вот есть люди, которые вот что-то делают и у них сразу вот это вот получается. Вот у меня единственное качество есть, которое мне помогло, это просто упорность. И поэтому вот в спорте у меня не было сразу результатов, там, в работе, в учебе только благодаря тому, что вот я на чем-то сосредотачивался, то есть у меня не получалось все делать вместе. И я брал какую-то вот одну цель, в которой я уже более-менее что-то у меня получалось. И вот в этом направлении я что-то делал, делал, делал. И когда ты по чуть-чуть делаешь каждый день, тебе, во-первых, это особо и не надоедает, и, во-вторых, смотришь, там, год прошел, а уже какой-то результат есть. И поэтому вот могу вот посоветовать из собственного опыта. Единственное, если сразу не получается, но если есть желание что-то делать, можно немножко отдохнуть от этого, да, но полностью вот так вот бросать, говорить, что нет, там, это не мое все, я это делать больше не буду, так не надо тоже делать. Надо более размеренно вот так все делать, то есть не рывками лучше вот такими, потому что здоровья не хватит постоянно делать такие усилия упорные, а лучше постепенно, понемногу, иногда отдыхая, давая себе там время немножко там отдышаться, вот, есть же пословица такая, дословно не помню, но смысл в том, что если долго сидеть на берегу реки, рано или поздно по реке проплывет труп врага, вроде бы так, японская скажет, кажется, да.